На ретро-автомобилях по памятным местам. 4 сентября в Монтуровском районе стартовал уникальный автопробег. Мероприятие приурочили к 71-й годовщине Курской битвы и 80-летию со дня образования нашей области. Никиту Громова с детства влекут редкие автомобили. Несколько лет он собирает модели машин, изучает их историю. А теперь смог оценить предметы обожания не на полке, а на парковке. Я очень люблю такие машины, они красивые, прикольные, по форме очень интересные. Ретро-пробег привлек особое внимание монтуровской молодежи. Организаторы уверены, такие акции необходимы, чтобы сохранить память о защитниках Родины. Молодежь воспитывать надо в чем? В общении с молодежью, с примерами, в спорте, в труде, во благоустройстве. Люди остаются, потому что люди садятся за трактора, возделывают хлеб. Сегодня у нас прекрасный выражай по всем культурам, которые мы возделаем. Я считаю, это и есть патриотизм. И те рабочие места, которые мы сегодня создаем в фермерском хозяйстве, это есть то, чем будущее должно быть в России. Маршрут памяти прошел вдоль берегов Сейма. Отправной точкой стал ее исток в одноименном поселке. Более 30 автомобилей, 5 из которых – настоящие раритеты. Более двух сотен километров сегодня, а это подвиг для ретроавтомобилей, мы возложили венки и цветы. В Монтуровском районе автопробеги участвуют автомобили возраста от 50 лет и старше. Но возглавляет колонну автомобиль – символ победы. Это легендарная победа, возраст которой, вдумайтесь, пожалуйста, 65 лет. Участники возложили цветы и венки к монументам погибших воинов Великой Отечественной войны. Первый день ретропробега завершился в селе Ястребовка. Впереди еще несколько дней пути. 13 сентября маршрут памяти завершится в Курске. Юрий Абрамов, Инна Зекунова, Денис Федорков, Телеканал СЕИМ.